Так и так, друзья, всем привет, с вами Тони, вы на канале Тони Ту Вайлд, и мы начинаем наше выживание на карте Рагнарог на сервере Тони Ту Вайлд Ру 3. И всех приглашаю на данный сервер, будем выживать вместе, либо в одном трайбе, либо будем в разных трайбах, соответственно, можем устраивать войны, жесткие пвп и много всего разного и интересного. Так, я немножко начал, так сказать, свое развитие, уже развился до 10 уровня, скажем так, зашел тут, у нас был мистер Танаман какой-то, бандикот владелец, я вот тут перебивался, жарил баранину, баранина круто, кстати, она очень долго портится, вот если вы посмотрите, баранина портится очень долго, поэтому, в принципе, мне для пропитания на этой местности хватит баранины. И моей задачей сейчас, так, вначале, так как я с бараниной добыл очень много кожи, надо все-таки сделать себе скрафтить бурдючочек, чтобы он у нас был и был наполненный водой, если вдруг мне понадобится вода. Так, ребятки, на нолик ставим и просто опускаемся, и он наполняется, бурдючок, наполняйся, да, вот, все, 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 наполнился. Так, ребят, выдвигаемся, значит, сейчас на улицу, у нас сейчас 14.31, блин, для серии, конечно, но посмотрим, в общем, я сейчас хочу начать томить коня. В принципе, мне не так уж и много нужно, так, давайте перекинем, перекинем, здесь недалеко есть плантация с грядками, вот, где-то вот в той области, здесь, кстати, кони тоже есть. Мне нужно добежать до вот тех вот развалин, да, вот там вот, а это, кстати, конь, какой-то здесь 15-й вроде бы бегал где-то. Я бы его как раз, вот, Экус 15-й, да, я бы его сейчас затамил и вообще чувствовал бы себя отлично. Так, отдохнем немножко. Так, 3D-шечка у нас здесь включена, также включены элементы обнаружения после смерти, но он работает только при одном условии, если ваш труп не был съеден. Вот, сейчас пока что добегаем до плантации морковки, я не знаю, на 15-й левел сколько нужно морковки, честное слово, она ее очень мало добывается, придется, наверное, ждать, ох, елки-палки, 6 штучек всего лишь. Давайте заодно овощей соберем на всякий пожарный, все, прям соберем и пойдем пока что поищем что-нибудь еще. Пока они здесь обновляются, мы пробежимся, быть может, найдем еще одну плантацию, но в чем я, кстати, смотрите, что это такое интересное. Оно добывается или как? Говорят, что, да, кремень и камень добывается, странно. Ребята, говорят, что существуют ящики, которые можно поломать, да, и в них есть металлические, так сказать, орудия труда, также там есть стрелы, луки, насколько я знаю, поэтому давайте быстренько покажу, что у нас есть время, спустимся в опачки, это кто? Вот еще одна плантация, отлично, отлично, я сейчас заберу морковки, ребят, и мы пойдем за таймом того 15-го Экваса, и у нас будет возможность передвигаться, и я смогу добраться до маяка, а место встречи, кстати, будет у маяка, ребят, поэтому, если что, будем там. Я там построю свою хибару, приходите туда, стройтесь рядом, потом, если что, мы разберем вашу, скажем так, базу, для того, чтобы освободить. Вот, все, отлично, отлично, морковки много, слушайте, ну, давайте я сейчас соберу всю морковь, которая здесь имеется, соответственно, я думаю, специально такой стартап сделал, для того, чтобы мы могли собрать урожай моркови, ой, слушайте, очень много моркови, приручить Экваса, соответственно, и куда-то выбраться в более дальние регионы. Давайте сейчас посмотрим по морковке, какого мы сможем питать, по сути дела, мне только нужно средство для передвижения. Так, у нас 33 морковки, вот, то это здорово, а я-то перед серией-то только то маленькую плантацию находил. Ну, я надеюсь, сейчас мы, может быть, какого-нибудь хорошенького найдем. Так, давайте включим наш Дододекс, помните, да, такая рекламка. И посмотрим, что же нам нужно будет для... Почему-то он у меня свернулся, я не совсем понял. 10 моркови на 20-го, да, то есть, если на 50-го, ну, так, на вскидочку и по времени, если посмотреть, 50-й Эквас, это 11 минут и 17 моркови. Давайте поищем в районе 50-го Экваса, вот здесь вот они у нас есть, скорее всего, где-нибудь внизу, вот, барашки тут есть. По времени, в принципе, у нас все отлично. Давайте найдем Экваса. В общем, мы ищем сейчас Экваса, барашек пока не нужно, а еда у нас имеется, вода тоже имеется, мы себя очень хорошо чувствуем, но вот там вот справа... Так. Тиранодон, смотрю. Тиранодона пока не будем тамить, нам нужна лошадка, я хочу Экваса, чтобы на Эквасе передвигаться. Опачки! Так, самое главное, чтобы Эквас меня туда не увез. Вы сами видели, да, это гигантозавр, поэтому будьте аккуратны здесь, в этой местности. Нахожусь я, кстати, я забыл вам сказать, где-то вот здесь вот, 28-80 гигантозавр ходит, бродит. Нам нужен конь, нам нужен конь. Я надеюсь, конь меня туда не отвезет. Это будет эпично... Эпично. Эпичненько. 15-й, блин. Вот знаете, когда такое количество морковчи... Что там впереди такое? А, это все в порядке. Еще один Эквас. Давайте пробежимся и поищем другого Экваса. Я хочу уровень повыше. А, кстати, да, ребята, рейт-экс-2, рейт-экс-2, поэтому, в принципе, в принципе... Ой, x2, x1, то же самое, как на официальных период. Период. Сейчас, ребят, смотрю. Вот еще один Эквас. Да, вот здесь вот подальше от гигантозавра. Я не хочу просто к нему попасть. Два, два, три, все. Три Экваса, где-то 50-й, 60-й левел, чтобы помыть... Ой, 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 ой. А это очень плохо, конечно. Что там аллозавры есть. Но если мы отлетим, конечно, это будет у нас печально. Я надеюсь, что... Кони у нас не пойдут в ту степь, а убегут куда-нибудь подальше. Заходим сзади. Восемьдесят пятый нам не подходит. Самое главное, нам еще не замерзнуть. И это время продержаться на коне. Ёлки-палки. Ну давай. Нам надо было просто 15-го затамить и все. Но я сейчас раз оцениву ситуацию. Это 90-й. Так, вот этот у нас какой? Я надеюсь, ты какого-нибудь десятого, друг. Давай, давай, давай. Ха-ха-ха. Короче, ладно. Помчали к тому. В пятнадцатом. Сейчас затамим его. И будет у нас лошадь. Лошадь. Нам самое главное передвигаться на чем-то, да? Насколько я знаю, скорость пофиксили. Восемьдесят пятого. Ну, в восемьдесят пятого мы, наверное, тоже затамим. Но это по времени будет намного дольше. Сейчас посмотрю. Я не знаю, вас там щелкает, не щелкает. Наверное, надеюсь, что не щелкает. Я музыку специально для вас. Так, ну это шестнадцать минут будет. И двадцать пять моркови. Шестнадцать минут. Нет. Потом затамим нормального левела. Побежали пятнадцатого. Сейчас быстренько затамим. Там быстренько все будет. Тридцать две моркови. Да, все хорошо у нас. Сейчас время играет не на нас. Поэтому приходится приручать маленькие уровни животных. Один-два для передвижения. А потом мы сможем нормально себя ощущать. Так, эквус, эквус. К ноге. Так, отдохнуть. Видите, баранину нажарил. И у меня есть еда. Это очень удобно. Баранину можно просто... Она далеко не убегает. Это эквус там впереди или кто? Нет, это маяк. Эквус вот здесь, где-то повыше. Вот, 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 вот. Вот он, пятнадцатый. Эй, малыш, иди ко мне. Так, он находится далеко от хищников. Я надеюсь, он меня туда не привезет. Давайте отдохнем. Перед тем, как... Перед марш-проском. Кстати, ребят, скорость пофиксили. Поэтому, к сожалению, не все так приятно. В смысле, я дал морковь? А, он меня заметил. Так, подождем. Подождем, пока он остановится и успокоится. Он меня заметил, я не успел прожать морковь, получается. Так, тихо. Успокойся, успокойся, все хорошо. Я бы это не назвал провалом, да? Просто это, так сказать, неловкость была. Так, все, конь успокоился. Идем. Ребята, все, кто вступает ко мне, все должны быть с конями. Понятно? С любым левелом. Так, когда он прыгает, мы начинаем нажимать на Е. Ребят. Я ничего не могу делать. Он бежит. Очень интересно. Парел расходит. Объезживание коня. Вот мы ему дали. Баф пошел. Эффективность. Все отлично. Приручаем. Приручение 41%. Ну, сейчас у нас будет конь. Но я надеюсь, что он дальше этой поляне. никуда не уйдет. Давай, родимый. Назовем его. Ребят, впрочем, название коня напишите, пожалуйста, в комментарии. Это первое наше будет. Прирученные животные. Он будет у меня как ачивочка. Первое животное. И, соответственно, вы назовете его, дадите его имя. Как раз сумерки сейчас. 53% у нас. Морковка есть. Все отлично. Прям здорово. Прям все как нельзя лучше должно быть. Так. Конь забаговался. Блин. Это плохо. Это очень плохо, когда такие моменты происходят. Самое главное сейчас, когда он будет... Неужели наше приручение на этом закончилось? Блин, ну мне пришлось это сделать. А, она не сбилась с этим. Давайте подождем. Подождем. Сейчас конь успокоится. Но мне пришлось это, ребят, сделать. Сами видели, почему. Камни. Он забаговался в камнях. Сейчас успокоится. Морковь у нас есть. Приручение не сбилось. Сейчас успокоится. Сейчас успокоится. Давай, давай. Успокойся. Коняшка, успокойся, пожалуйста. Малыш. Малыш. Не убегай далеко. Блин, там гигантозавр. Вот так вот. Но выдумываешь себе. Ёлки-палки. Не ходи туда. Стой. Успокойся. Ёшки-матрёшки. Походу, дело... Я без коня остался. Сейчас посмотрим. Пойду. Пойду найду его. Там просто осталось приручить его буквально. Два раза три покормить и всё. Так, а здесь где-то гига ходил, да? Чё, всё? Минус конь? Блин, 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 блин. Не хочу, конь. Конь, иди сюда. Конь, ты жив? Так, алазавр. Блин, ребят, походу, дело минус конь. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот я остался без коня. И насколько я знаю, в этой местности их мало. Очень мало. Ну как мало. Сами видели, какие уровни там были. А мне нужен был низкого уровня. Но я сейчас попытаюсь, попытаюсь найти ещё раз коня. Так, 26 морковки. Ну, мне хватит. Если до 20 уровня там какого-нибудь коня затаймить, то мне хватит. Так, здесь у нас кто-нибудь есть. Я знаю, что там вот дальше были ещё кони, но это не то. Не то пальто. Ну, побежали наверх тогда. Побежали наверх. Вода есть? Есть вода. Ем. Ой, ой, морковки зачем ты ешь? Пей воду. Пей воду, ешь мясо. Всё. А конь, да, коня, видимо, уже съели. Вдохнём. Уже смеркается, слышите? По звукам. Я не знаю, как вам слышно. Давайте я вам прибавлю общую громкость. Не знаю, как слышно будет. Так, помчали. Пожалуйста, пожалуйста, ещё одного коня. Один конь. Мне нужен всего лишь один конь. Уровня эдак до 20. Овец тут тьма тьмущая. Томи не хочу называется. А вот кони, кони. Ой, смотрите, какие цветочки. Красота. Кони. Кони. Эгэгэ. Вы где? Да. Вот так печаль, печаль, печальная печаль. Люшечка. Насколько я знаю, там вроде бы уже заспавнились. Ещё. Ещё морковка. Но ничего страшного. Мне морковка-то как бы не нужна. Мне нужны кони. Так, смотрим. Кони есть тут? Кони! Кони! Блин. Ни одного коня. Зато баранов, смотрите, какие есть. Чёрный, Вася, баран. Барана можно, кстати, того, заколоть. О! А кто его усыпил? Кто-то его тамит, что ли? Кто-то его тамит, ребят. Ничего себе. Кто-то его тамит, прикиньте. Сто тридцатого на ягодах. Вот это жест, жестоко, жестоко. Это игроки, игроки играют. Отлично, отлично. В общем, ребят, встречаемся у маяка. Всем быть на конях для того, чтобы передвигаться в следующую область. Один, два, там сколько человек придёт, мы все будем передвигаться на конях туда. Так, пока светло, пока светло, я буду искать коня. Вот, встречаемся вот здесь вот, у маяка. Отправная точка, маяк. Ребят, окей? Я буду здесь. Так, смотрим, что внизу. Но внизу с коней 100% нет. Понятно всё. Ни воды, ни коней, ничего. Вот и жажда. Здравствуй. А у нас, наверное, есть чуть-чуть... Да, есть. Поедим ягоды. А ягоды не помогли, к сожалению. В общем, так вот, ребят. Встречаемся вот здесь вот. Я буду вас ждать у входа, входа с распростёртыми объятиями. Всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании, на сервер, на всё. Увидимся. Увидимся в следующей серии, те, кто смотрит. И увидимся в игре, на выживание, ребята, игроки, мои, сатрайбовцы, будущее. До новых встреч. Всем пока. Пока.